Крайне серьезное заблуждение. Я уже сказал про низкие скорости. Оценить, что такое низкая скорость, невозможно. Скорости 20 км в час для сидящего внутри автомобиля кажутся движением пешком, но когда этот автомобиль при этой скорости налетает на препятствие, та энергия, энергетика которой формировается в процессе удара, она столь высока, что субъект, лицо сидящего внутри автомобиля, получает мощный энергетический импульс. Он суммируется с импульсом тела, и в этот момент он может оказаться столь высоким, что понесет или повлечет ущерб к здоровью или жизни. Потому что тем более речь не идет о высоких скоростях. А что касается движений на короткие поездки, все зависит от рисковости. Если человек управляет автомобилем некоторым образом агрессивно, то и поворот за соседний угол может для него нести, сопровождаться с большими рисками ДТП. Речь не идет о том, что люди, которые традиционно ездят очень аккуратно, не должны пристегиваться, должны пристегиваться все. Речь идет о том, где возникают риски. Мне известно немало людей, которые попадали в ДТП на первых 10 метрах движения. Поэтому я бы сразу отмел вот такой аргумент, как короткие поездки. Его быть не должно. Редактор субтитров А.Семкин